За 30 лет семейные, дружеские и другие человеческие связи между Россией и другими республиками бывшего СССР существенно ослабли. А мнение об ответственности нашей страны за стабильность и безопасность на постсоветском пространстве наоборот резко укрепилось. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. А у Казанского федерального университета научные, культурные и образовательные связи со многими странами СНГ с каждым годом укрепляются. Об этом сегодня будет в нашей программе. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Мы расскажем. Основная задача – изучение практических навыков у студентов. Открытие симуляционного центра в Джизаке. Как студенты филиала КФУ в Узбекистане смогут оттачивать свои навыки. Это так называемые ЗОЧИ, но ЗОЧИ, которые владеют основами инженерии и проектирования. Пойти в дизайнеры после 9 класса. Почему в КФУ открывается новое направление по программе среднеспециального образования? Журналист – это лучшая профессия на самом деле. Никому об этом не говорить. Профессия – репортер. Как журналист становится участником исторических событий. Достаточно поменять фирму-производителя, и у вас может просто результат не заработать. Замена – ушедшим. Как казанские химики смогли заменить импортные компоненты для композитных материалов? Они могут оставить свои резюме, и, соответственно, в дальнейшем коммуникация продолжается через цифровую карьерную среду в культетус. Пробуй, знай, действуй. Как в КФУ прошла встреча школьников, студентов и их будущих работодателей. Центр симуляционной медицины открылся в филиале Казанского федерального университета в Узбекистане. Он находится в городе Джизаке. Работу центра оценил Раис Татарстана Рустам Миниханов, который побывал в Узбекистане с официальным визитом. В симуляционном центре студенты будут обучаться практическим навыкам своей будущей специальности. Рустаму Миниханову показали оборудование, которое используется для практических занятий. Ректор Кафолин Арсафин рассказал о преимуществах симуляционного центра. Так, на тренажерах студенты медицинских направлений могут оттачивать свои практические навыки без риска для здоровья пациентов, прорабатывать разные клинические ситуации – от планового ухода за пациентами до хирургических вмешательств. Всего функционируют три ключевых блока. Это симуляционный зал, лабораторные аудитории и учебно-производственная аптека. Симуляционный зал – это отдельные боксы с виртуальными симуляторами. С их помощью студенты могут освоить и закрепить большой спектр медицинских процедур. От инъекций, зондирования, ультразвуковых исследований до хирургических техник разной степени сложности. В учебно-лабораторном комплексе размещены стоматологический кабинет, зуботехническая лаборатория, две химические лаборатории, а также учебный анатомический музей. В учебно-производственной аптеке будущих фармацевтов обучают отличать недоброкачественные препараты и гантрафактные лекарства. Сам центр создан при поддержке Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и Хакимиата Джизакской области. Сейчас в филиале КФУ в Джизаке на первом курсе обучаются 259 человек, 145 на медицинских направлениях. Это лечебное дело, стоматология, биохимия, фармация. Филиал КФУ в Джизаке был торжественно открыт в октябре прошлого года. Здесь готовят кадры в сфере геологии, программного инжиниринга, экономики, журналистики, информационных систем и технологии, лингвистики, медицины. А в Казани начнут готовить дизайнеров со среднеспециальным образованием. Первый набор в КФУ состоится уже этим летом. Набор открывается на новую образовательную программу среднего профессионального образования по специальности дизайн по отраслям. Студенты изучат ремесленную деятельность, научатся работе с лепниной, металлом, деревом. Они узнают, как трудятся на объектах культурного наследия. Освоят историческую среду, реставрацию, мебели. Обязательны и занятия по графическому дизайну, графике, полиграфии. Срок обучения по программе почти 4 года. Зачисление будет на конкурсной основе. Какие правила приема, а также какие нововведения будут для тех абитуриентов, которые будут учиться на специальностях высшего образования, выясняла Эльвина Минобуддинова. Профессия дизайнера в 16 лет. Теперь это не мечта, а реальность. Воплотить ее может каждый выпускник 9 класса уже в этом году. Для этого понадобится аттестат и сдача одного творческого испытания. Ребята, которые поступят на это направление, они будут прекрасно владеть вот этой современной диджитал-компонентой, компьютерными программами, моушен-дизайном, основы графического дизайна изучат. Ну и, безусловно, очень важна ремесленная составляющая. Здесь они отработают компетенции, связанные и с работой на объектах, представляющих историческую ценность. Это работа с лепниной, это работа с деревом, с отдельными материалами, которые сегодня очень важны. Это так называемые зодчи, но зодчи, которые владеют основами и инженерии, и проектирования. Научатся разрабатывать социально значимые проекты, освоят азы моушен и графического дизайна, создание сайтов, графики, полиграфии, узнают, как работать на объектах культурного наследия и с исторической средой. Освоят реставрацию мебели, познакомятся студенты и с ремесленной деятельностью. Научатся работать с лепниной, металлом и деревом. Получат все необходимые навыки для работы в сфере дизайна. Главное содержание – это то, что мы будем для себя готовить более уверенных абитуриентов, которые к нам потом в будущем придут на бакалавриате и с уникальными знаниями, которые, как правило, не хватает студентам-бакалаврам. И нам сложно в рамках бакалавриата заложить в студентов эти знания, а именно прикладные знания в сфере архитектуры и дизайна. Теперь необходимые прикладные навыки студенты могут освоить всего за 3 года и 10 месяцев. Столько будет длиться среднепрофессиональное образование по направлению дизайн. А после окончания двери института не закрываются. Вчерашние выпускники вновь могут стать абитуриентами. Теперь уже для получения высшего образования. После обучения на программе СПО у нас без ЕГЭ ребята могут поступить на программу высшего образования и пойти там по ускоренной программе. И один год сократить, либо даже два года на усмотрение методической комиссии – это тоже важно, потому что ребята получают много профессиональных навыков, обучаясь уже на уровне СПО. Поэтому мы можем перезачесть ряд дисциплин, которые уже освоены, и таким образом они к нам поступят и закончат программу высшего образования. Диплом среднего образования по направлению дизайн позволит работать в проектных организациях, реставрационных мастерских, студиях дизайна и не только. Безусловно, то есть они смогут работать как в сфере дизайна и смогут создавать проекты, да, то есть в сфере интерьеров, в сфере графического дизайна. В том числе они смогут работать непосредственно на производстве, ну, скажем так, дизайнерской продукции. Было два пути, чтобы стать архитектором. То есть закончить высокий вуз, научиться высоким материям, а потом с практикой постепенно стать хорошим архитектором. Но существовала и другая траектория, когда архитектор формировался как специалист, ставив перед собой все более высокие задачи, начиная с простого, собственно говоря, со строительства зданий. И на соединении вот этих двух траекторий, с одной стороны, на базе академического такого большого образования, формируется специалист, но одновременно он должен формироваться, зная почву и суть своей профессии. То есть не всем людям необходим весь массив академических знаний для того, чтобы стать хорошим специалистом. Люди разные, есть разные способности к обучению, есть разные способности, в принципе, усваивать знания. Но при этом, при всем, у таких людей могут быть и великолепные способности в области архитектуры, дизайна и так далее. И такие примеры история знает. Абитуриентам предстоит сдать один творческий экзамен. Это рисунок. Подготовиться к вступительному испытанию можно на курсах внутри университета или посмотреть методические материалы на сайте КФУ. Бюджета нет, но есть возможность получить скидку на обучение. Для отдельной категории граждан у нас предусмотрены скидки. 20% скидка – это для тех ребят, чьи родители – участники специальной военной операции. И 15% скидка как раз для тех ребят, кто наберет большое количество баллов по вступительному испытанию за рисунок. Нужно набрать не менее 51 балла для того, чтобы претендовать на вот эту скидку. Набор на программу стартует 20 июня. Количество мест от 14 до 20. Институт дизайна и пространственных искусств самый молодой в КФУ. Открылся он всего два года назад. Но сегодня на нем уже обучаются свыше 400 студентов. Здесь обучают дизайну в различных отраслях. А с этого года по программе высшего образования появилось направление архитектура. Количество бюджетных мест в этом году – 192. Двери института всегда открыты для всех талантливых и творческих. Эльвина Минабудзинова, Никита Акиншин. КФУ «Итоги недели». О навыках военного корреспондента, методах работы западных и отечественных средств массовой информации, медиакоммуникациях рассказал студентам Казанского федерального университета Константин Придыбайла. Корреспондент Арти, автор именного телеграм-канала, встретился с гостями в рамках всероссийского просветительского медиапроекта «Родная гавань» КФУ, а также цикла «Открытый диалог» Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма КФУ. Об опыте работы в зоне проведения специальной военной операции, какими должны быть современные журналисты, мы поговорим сегодня с Константином Придыбайла. Здравствуйте, Константин. Привет. Сейчас мы живем в таком мире, где очень много дезинформации, информационных манипуляций и так далее. Вот в этом контексте, на твой взгляд, каким сегодня должен быть журналист и каких принципов он должен придерживаться? Если я скажу, что журналист должен быть честным, ну это, наверное, как-то слишком общая фраза. Честным по отношению к себе, по отношению к своей стране, по отношению к людям, которые его окружают, к своей семье, к друзьям, одноклассникам, однокурсникам. Честным и уважающим то, что он сейчас, по сути, имеет. Потому что мы столкнулись с беспрецедентной просто информационной войной. Ее по-разному называют, там уже столько терминов того, что мы сейчас проживаем. Но живем в удивительное прекрасное время, нужно признать. Так вот, чтобы нам не потерять то, что и мы имеем, нужно действительно быть честным, быть внимательным, быть понимающим. Вот я когда жил в городе Ижевске, неподалеку здесь. И, кстати, сосед по этажу, Рашид Абдулович, звали, до сих пор зовут, да, он татарин такой, знаешь, прям чайка, кипяток пьет, ну вот такой, прям ортодоксальный. И он всегда мне говорил одну фразу. Костя, копай. Вот, всегда говорил. Копай, он прекрасно знал русский язык, он прекрасно знал историю, он всю жизнь копал. Вот он зацепится за какую-то новость. Он потом уже, когда появился там высокоскоростной интернет, ему там 80 с лишним лет, он надевает очки, уже плохо слышит, но он сидит в интернете. Пытается найти какую-то информацию из разных источников и так далее. Вот, наверное, современный журналист должен уметь копать. Потому что, вот, если сравнить это с реальной, там, работой на грядке, то на пол штыка ничего хорошего не вырастет уже. Ты либо попадешь в дезинформацию, либо ты попадешь в какой-то специально продуманный вброс, еще что-то. И как раз вот этот процесс вечного копания на самом деле облегчает жизнь в наше время. Потому что информации очень много, ее не так просто потреблять в таких объемах. Но, на мой взгляд, чем больше ты потребляешь информации, тем ты больше понимаешь вообще, что происходит на самом деле. Из разных источников, с разными позициями, взглядами и так далее. И ты начинаешь понимать, где друг, где враг, где черное, где белое, где хорошо, где плохо. Вот, наверное, да, человек должен быть постоянно погружен. Я не представляю, как сейчас взять и выключиться хотя бы на день. Это ты можешь упустить очень важное. Постоянно копать. Понятно, со стороны журналиста, да, копать, со стороны актора этой коммуникации. А вот со стороны зрителя, читателя, простого человека. А здесь другие советы, наоборот. Здесь копать – это вредный совет. На самом деле, если ты не связан с журналистикой, у тебя обычная, нормальная человеческая работа. Журналист – это лучшая профессия, на самом деле. Никому об этом не говорить. Но если ты работаешь на заводе, ты медик, ты инженер, ты еще кто-то. Неважно вообще, что ты делаешь, если ты не журналист, тебе по профессии не надо потреблять огромное количество информации. Не потребляй. Пожалей свой мозг, пожалей свои нервы. Отпишись от миллиардов телеграм-каналов. Подпишись на каких-нибудь пять крупных. На меня. На меня можешь подписаться. Подпишись на авторские каналы, которые люди тебе близки, например. Подача их интересна. Они, может быть, смешные. Они, может быть, не смешные. И так далее. Оставь себе реально пять. Вот если говорить про телегу, это основной источник новостей. Оставь пять каналов. О, выше крыши. Ну, пять, допустим, это будут какие-то крупные агрегаторы. Ну, и еще пять авторских. Какого-нибудь любимого военкора можно, если очень хочется. Может быть, кого-то из каких-то других медиа-менеджеров. Не знаю. Маргарита Симоньян. Владимир Соловьев. Ну, Соловьева тоже агрегатор. У него мало авторского. И так далее. Вот десять телеграм-каналов выше крыши. Ну, зачем медику, например, быть подписанным на какой-нибудь такой паникующий периодический телеграм-канал по экономике? У тебя нет столько денег, чтобы тебя волновали акции Яндекса, например. Но они даже меня не волнуют. Потому что у меня есть, по-моему, десять акций Яндекса. И я вообще не парюсь. Я просто их купил и смотрю, там, плюс-минус, плюс-минус. Ну, как бы это такой инструмент для хранения денег, забавный для меня и модный. Но если у тебя реально не огромную сумму. Ну, то, что у меня там, я не помню, там, десять или пятнадцать тысяч в этих акциях Яндекса. Мне не надо упарываться и читать новости про биржи, там, рынки и так далее. Но вот я даже отписался, по-моему, сегодня или вчера. Уже не помню. Просто с одного экономического телеграм-канала. Я понял, что я им не пользуюсь. Я туда не захожу, я его не читаю. Все. Но здесь простым тоже, скажем так, людям с нормальной жизнью есть тоже одна ловушка. Это такой информационный пузырь, который создается вокруг нас, у каждого человека. Вот информационные пузыри, это тоже очень плохо. И есть очень вредные информационные пузыри. Ну, я отношу к ним, например, есть целый ряд плеяда авторов. Я их называю такими турбопатриотами. Что бы ни происходило, сейчас, во время проведения специальной военной операции, ну, они думают, что они суперпатриоты, но зачастую они подыгрывают врагу. Своим, вот своей, как некой такой радикальностью. Это тоже не очень ок. Есть информационный пузырь, назовем его имени Юрия Дудя, например. Это тоже пузырь, в котором, ну, жить не хочется. Вот как? Вот мы в Казани, прекрасный город, а ходил бы здесь Дудь, мне кажется, он бы плевался и везде бы нашел недостатки. То есть, и это тоже плохо. Поэтому нужно по чуть-чуть все смотреть. И еще вот простым ребятам с нормальной жизнью я советую, это может звучать как Степ, но я сам это делаю, читать газеты. Я спасибо большое, тогда он был первый зам в Сунгоркино, Владимир Николаевич, который умер, к сожалению, легендарный медиа-менеджер. Роман Карманов, он сейчас возглавляет президентский фонд культурных инициатив, он был первым замом в Комсомольской правде. И случился карантин, и вот Роман написал в Фейсбуке, чтобы вы не теряли любимую газету, пожалуйста, оставляйте свои имейлы, будет PDF-версия приходить. Она мне до сих пор приходит, я ее никогда не читал практически. Читал во время коронавируса, потому что дома вообще нечем было заняться. Потом я где-то полтора-два года вообще ее не замечал. Я просто на автомате каждое утро в 6 утра удалял его, это сообщение на почте. Сейчас я ехал в аэропорт, мне в 6 утра пришел свежий выпуск Комсомолки, я сидел в такси и я читал газету. По одной простой причине, новости в телеге, а в газете аналитика. И вот аналитических вещей действительно не хватает. Многие наши друзья, соседи, родственники, они тоже подсели на вот эту иглу новостного потока бесконечного. А он же меняется, как просто, не успеешь моргнуть. Сегодня кто там, Вучич, да, утром, президент Сербии. Рано утром он чуть ли не при смерти, потом он дает сам живой комментарий, говорит, да все нормально, это вброс. И зачем простому человеку жить в этих качелях, отравили, не отравили. Американцы, вот мы еще знаем, как в Южной Америке американцы отравили президента Прагвая, Аргентины, Бразилии и так далее. Вот это опять, а тут Вучич выходит и говорит, да ну это фейк, я жив-здоров. А ты, блин, полдня на панике. Я, мне звонят коллеги, говорят, Кость, а вот что думаешь по поводу отравления Вучича? Я говорю, блин, да это американцы, понимаешь, а простому человеку это не надо. И в газете это выйдет, уже обработано. Да, если в газете выйдет, что вот был вброс, ситуация с Эрдоганом, ситуация с Вучичем. Бац, небольшой бэкграунд про отравление просто южноамериканские президенты, вот так вот все заболели раком. Но это тоже очень странно. Раз, чик-чик, аналитика, ты почитал, вроде историческая информация, для кого-то это новое будет. И вроде уже и не фейк, не вброс, что Вучичу плохо. Вот рекомендую читать газеты. Вот такая тема. Газеты, я шутил раньше, говорил, что еще в начале спецоперации мы вернемся к газетам, когда будет ядерная война. Да, электричества не будет, мы будем вот собирать эти все газетки, как раньше, краской красить, печатать и раздавать. Но я дошутился до того, что я сам стал читать газеты, потому что там аналитика, там большие лонгриды, много уже людей собрано, информация обработана. Но, понятное дело, газеты тоже разные бывают. Но вот выберите себе, какую больше нравится. Вот ты уже тему затронул, понятно, о ней рассказал во время встречи со студентами и преподавателями Казанского федерального университета. Но здесь не могу не спросить. Как раз новогодние праздники, именно ты взбудораживал вот этот новостной поток, когда все люди отдыхали, и тут в телеграм-каналах пошли видео. Видео, записанное тобой в зоне специальной военной операции. Коротко, если можно, подробно смотрите уже в записи на телеканале Универ ТВ. Этот опыт, что там? Что в зоне СВО? Вот ты там был, что ты увидел? Там очень интересно. С точки зрения журналиста, просто человека. Мы поехали туда с Пригожиным, Евгением Викторовичем. Это было неожиданное предложение, встретить Новый год на передовой. Ну, я точно не могу сказать, на каком расстоянии были, скажем так, наши враги, но очень близко. Достаточно близко, чтобы можно было и нас увидеть, и посмотреть в прицел. Там очень разные люди. Там вообще все по-другому воспринимается. Я не скажу, что там меня как-то изменило, там, знаешь, там, перепахало. Ну, есть люди очень впечатлительные. Но так как уже почти год я был погружен в спецоперацию, был и в Белгородской области, и в госпиталях, и так далее. Ну, просто вот именно, скажем так, ногами по колено в грязь, где еле-еле проходит Урал, это было интересно. Побывать очень разные люди, очень разные цели, задачи. Мы общались с ребятами, которые были, которые вот сделали свой выбор и из колонии пошли защищать свою страну. Ну, и был как раз первый выпуск. Очень интересно. Евгений Пригожин, им две недели оставалось до окончания контракта, полгода, они все, свободны. И он их за две недели до просто забрал с передовой и, ну, сказал, что обидно, ну, прикинь, шальная пуля, и все. Всего две недели. Полгода человека там отпахал, а тут все, не хочу, забрал их, поселил в одно место. Мы с ними общались, люди, ну, почти все хотели вернуться, я не знаю, вернулись они в каком-то составе или нет. Безусловно, это довольно специфичная история, но для нашей страны она не новая, это тоже важно понимать. И, ну, как говорит статистика, там, рецидивов в разы меньше, чем просто, ну, люди, которые выходили бы. И общался с ребятами, которые давно в ЧВК работают, которые там, у них и Сирия была условно, и другие страны и конфликты. Ну, интересно, знаешь, что там чувствуется какой-то вот концентрат, ну, просто вот концентрат не то, что русского мира, а вот концентрат России. Вот там, вот ты идешь, вот есть такое выражение, знаешь, там, да, ногами в жир в самом центре. Вот там, в самом центре я себя почувствовал. Люди все разные, люди очень интересные, очень... Я, ну, пару человек были прям, ну, совсем, ребята очень глубокие. То есть ты с ними разговариваешь там, а ты понимаешь, что он гораздо начитанней, чем, ну, прости господи, многие коллеги, которые по верхам. А вот там, ребята, мы ехали в машине, говорили тоже там про историю с одним парнем из ЧВК. Блин, он реально очень круто разбирается в истории. Хотя он полжизни с автоматом. Ну, просто книжки потом параллельно читает. Очень интересно. Очень интересно их взгляд на тех врагов, которые стали для нас врагами. В них прям очень читается лютая ненависть к вот этому проявлению нацизма. Ну, они прям до скрипа скрежут в зубах, рассказывают там, как они там находили какую литературу, какие символы. Там, причем на передовой люди разных вообще вероисповеданий, разных взглядов. И там, и христиане, и мусульмане, и православные католики, и иудеи. Там все. Ну, вот они все как-то так объединились. И как один говорят, ну, то, что там мы видим, ну, это вообще другое. То есть там, да, мы верим условно в разных богов, но в принципе он где-то один, скорее всего. Но то, что мы видим там, что им навязывалось, вот это, ну, это какие-то оккультные вещи. Никто из всех, кто там находится, это не понимает. Ну, и это там вплоть до различных там исторических казусов. Ну, это очень интересно. Ребят, там, книжки показывали, там, учебники истории. И с пленными у них много разных интересных историй, когда пленные считают, что они уже под Белгородом стоят. А на самом деле это там, ну, условный вон Бахмут-Артемовск. Они просто их даже не знают, куда их направляют, да. А их пропаганда говорит одно, а вот по факту другое. Так что там очень интересно. Я не призываю ни в коем случае ехать никого на передовую. Ну, это опасно. И не все там должны быть. Но пообщаться с людьми, которые там были, нужно. И это одна из больших проблем, которую мы сейчас на уровне государства почему-то игнорируем. Это те ребята, которые возвращаются из зоны СВО. Ну, у нас Россия разделилась на две части, по сути. Кто воевал, кто возвращается с СВО. И вторая часть, которую СВО до сих пор не замечает. Вот те, которые погружены, которые там и волонтерят, и как-то помогают, и как-то взаимодействуют с ребятами, которые вернулись. Ну, это вот одна часть. А вторая, вот это, как у вас тут улица, как Патрики, да? Профсоюзная. Вот. А улица профсоюзная в Казани, а ей до фонаря вообще, что там происходит. Вот это вторая Россия. Вот это плохо, что есть эти две России. Нужно как-то подтягивать улицу профсоюзную к пониманию того, что спецоперация не заканчивается границей Донецка, Запорожья, Херсона. Она здесь идет у нас. Вот это надо тоже понимать. Спасибо тебе большое. Очень содержательно. И спасибо, что приехал. Всегда рад. То, что в КФУ дают высококачественное образование, говорит тот факт, какое количество уникальных исследований сотрудников университета попадает в топ разработок российских ученых и внедряется в промышленных сферах страны. Так, специалисты лаборатории металлополимерных систем Химического института имени Бутлерова разработали технологию получения армированных композитных материалов. Они используют компоненты, производимые преимущественно на территории России. Технология успешно применяется на российских и зарубежных предприятиях для дизайна перспективных композитных материалов. Это улучшает функциональные свойства материалов и прежде всего механической прочности. Задача казанских химиков была найти замену импортным павам, поверхностно-активным веществам на российские. И ученые КФУ с этим достойно справились. Опытные партии специальных пленкообразователей уже применяются на двух заводах и не только в России. В чем суть исследования? Далее в сюжете. Целевое вещество всегда подается вот через эту систему. Так Артур Хананов изготавливает компоненты. Они нужны для производства композитов. Иными словами, материалов, которые состоят из нескольких веществ, их используют во многих сферах. Например, космические отрасли применяют их для производства конструкций ракет и спутников. А автомобильная промышленность использует композит для изготовления бамперов. Для получения композитов обычно используют метод армирования. Его основной задачей является увеличение прочностных характеристик одного материала, дополнив его другим. Для обеспечения надежной связи армирующего наполнителя с композитом используется смесь воды и органических смол. К ним относят продукты жизнедеятельности животных и растительных организмов. Но получение таких смесей невозможно без применения специальных компонентов. А большинство из них как раз и производится за рубежом. Простейшим примером армированных композитных материалов является любая бетонная конструкция. То есть у вас есть бетон, в который, если вы просто отольете что-то из простейшего бетона, то оно у вас достаточно хрупкое будет и не будет выдерживать определенных характеристик. Но достаточно добавить туда арматуру, и внезапно сразу улучшаются технические характеристики. То же самое и с армированными композиционными материалами. Но здесь все гораздо более на глубоком уровне. В 2022 году многие производственные компании столкнулись с проблемой замены зарубежных компонентов на отечественные. Их прямая подмена при использовании стандартных технологических режимов не позволяла достичь нужного качества. Поэтому появилась необходимость создания нового компонента. Причем его свойства должны полностью совпадать с зарубежными. Достаточно поменять фирму-производителя, и у вас может просто результат не заработать. Вот, собственно, с этим и столкнулись в компании одной, которая занимается производством композиционных материалов. И они попросили нас решить фактически технологическую задачу замены компонентов, которые им раньше покупали у компании базов, на полностью российские, производящие в России соединения. Артур Хананов оптимизировал настроенный на зарубежные аналоги технологический процесс. Полученные ученым научные результаты позволили создать водные дисперсии. Иными словами, он изготовил смесь воды и нерастворимых в ней веществ, а также органический смол на основе российского производства. В дальнейшем их можно будет применять в качестве защиты для базальтовых и стеклянных соединений. Помимо этого, благодаря ученому, у отечественных компонентов появилось множество преимуществ. Это низкая цена, хорошая растворимость, способность сохранять свой неизменный состав. Теперь компании смогут полностью отказаться от зарубежных компонентов. Это поможет им не только сэкономить ресурсы, Также благодаря ним они улучшат качество продукции. Это применяется повсеместно. В крыльях самолетов, в медицине, в прикладных задачах. Все зависит от задачи. Исследование выполнено в сотрудничестве с научно-производственной фирмой «Рекон». Она занимается производством армированных композитных материалов. Теперь, благодаря ученым КФУ, компания сможет продолжить разрабатывать и производить водные дисперсии. Помимо этого, опытные партии пленкообразователей с применением российского сырья сейчас успешно используются при изготовлении искусственных неорганических материалов на заводах Узбекистана. Аделина Абдрахманова, Эльвира Замалиденова, Ленаргий Затолин. КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Они могут оставить свои резюме и, соответственно, в дальнейшем коммуникация продолжается через цифровую карьерную среду в Культетус. Пробуй, знай, действуй. Как в КФУ прошла встреча школьников, студентов и их будущих работодателей. Александр Пушкин работал над этим романом более семи лет. Роман. Открытие. Почему Евгений Онегин стал золотым фондом русской литературы? В Татарстане прошла международная акция «Диктант Победы». Было организовано более двухсот площадок. Одним из них стал и Казанский федеральный университет. Здесь работали четыре площадки. Исторический диктант на них написали 347 человек. Это студенты, школьники, представители министерств и ведомств. Центральной же площадкой марафона стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. К масштабной акции присоединились жители около 50 стран. Принять участие можно было онлайн, на сайте или очно. Участникам акции за 45 минут нужно было ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Основными темами стали Сталинградская и Курская битвы, блокады Ленинграда, освобождение Донбасса. В этом году впервые были включены задания о Нюрмингском процессе. О других интересных событиях из жизни университета и республики смотрите в Дальчасти. В Пушечном дворе Казанского Кремля состоялось торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Одним из лауреатов стал проректор КФУ по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данис Нургалеев. Рустам Мениханов вручил ему нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». День родного языка и 137-летие татарского поэта Габдулы Тукая отметили на неделе в КФУ. Вместе с Траисом Татарстана были возложены цветы в сфере Тукая. Также в ВУЗе восьмой раз прошел республиканский ежегодный молодежный научно-творческий конкурс «Если хочешь затронуть душу народа». Участники состетались в научно-исследовательских работах и в чтении стихов. Пробуй, знай, действуй. Карьерный форум принял Казанский федеральный университет. Его участниками стали тысячи студентов и выпускников КФУ, школьников и работодателя. Так на площадке прошли стендовые выставки, организации работодателей и дополнительных образовательных программ, реализуемых в КФУ, а также образовательный блок. Они могут у стендов работодателей заполнить свои заявки, они могут оставить свои резюме и, соответственно, в дальнейшем коммуникация продолжается через цифровую карьерную среду в Культетус. Чемпионат по робототехнике и программированию «Арена роботов» состоялся в КФУ. В рамках четырех номинаций «Движение по линии», «Сумо», «Творческая категория» и «Программирование на скретч» смогли проверить свои навыки в IT-школьники от 7 до 17 лет. Участниками стали больше ста школьников из Татарстана, а также Чуваши и Мариэл. Возможно, даже какие-то проекты в творческих категориях могут перерастать в настоящие стартапы. То есть это не просто как такой ярмарк того, что ребята могут делать, а очень часто на творческих проектах, на каких-то хакатонах ребята предоставляют решения, которые, правда, могут внедряться в реальную жизнь. Каждый четвертый четверг апреля отмечается Международный день девушки в информационно-коммуникационных технологиях. Праздник этот призван привлечь внимание к проблемам гендерного равенства в области IT-технологий. В честь этой даты мы решили пригласить в студию старшего преподавателя кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта Института вычислительной математики и информационных технологий Динара Гениатова. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте. Я когда называл институт и кафедру, примерно уже обозначил то, чем вы профессионально занимаетесь. Ну, все же, какова тема и предмет ваших исследований, с чем связана ваша работа? Сфера моих научных интересов сейчас заключается в анализе и моделировании электродинамических систем с помощью высокопроизводительных вычислений. А также в последнее время это методы машинного обучения и искусственного интеллекта и его приложения, в частности, например, для анализа медицинских изображений. А как вы вообще пришли к тому, что вашей профессией станет область IT-технологий? Ну, в юности, наверное, когда впервые появился интернет, вот эта вот в хорошем смысле черная дыра для меня открылась. И в этот момент, когда как раз человек решает, кем он станет, когда вырастет, я как раз таки решила, что эта тема для меня очень интересна. А чем в детстве вы увлекались? Ну, в детстве, наверное, как и все дети 90-х, я, наверное, больше времени проводила на улице, мы как-то общались с друзьями, обменивались музыкой. Но в школе, конечно, был кружок по шахматам, кружок по математике и информатике в старших классах. Как вы считаете, математика и информатика – это женское дело? Однозначно, да. Мне кажется, если для человека, в принципе, что-то интересно, то это его дело, и он туда идет прямыми шагами, скажем так. Дата, которая стала поводом для нашей встречи – День девушек в информационно-коммуникационных технологиях. На ваш взгляд, сейчас достаточно ли представительниц прекрасного пова в этой сфере? Ну, тут, наверное, можно спросить, достаточно для чего. Мне кажется, на сегодняшний момент нет никаких препятствий для того, чтобы девушка смогла войти, войти, да, и как-то себя эффективно там реализовать. Другое дело, насколько эта сфера, в принципе, для девушек интересна. А в чем выражается гендерное равенство в профессиональной сфере вообще, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, наверное, это равные возможности для равных. А в чем сильны женщины в сфере информационно-коммуникационных технологий? Их лучшие профессиональные качества? Ну, безусловно, мужчины и женщины, да, в силу физиологических особенностей отличаются, но, наверное, для женщин это можно отметить ответственность, внимание к деталям, какой-то более глубокий анализ задачи. А в какие области уходят девушки в вашей сфере? Программисты, разработчики? На самом деле, самые разнообразные. Среди моих знакомых есть разработчики, среди тестировщиков программного обеспечения очень много девушек. Какие-то более творческие профессии, может быть, это дизайн мобильных приложений. То есть, на самом деле, девушки себя везде комфортно чувствуют. Вы работаете преподавателем в Институте вычислительной математики и информационных технологий. Какие студенты сейчас приходят, в чем их сильные стороны, и что интересного они дают вам, как преподавателю? Действительно, ребята сейчас приходят очень интересные. Мы знаем, что, например, у некоторых школьников за плечами уже есть опыт стартапов. Поэтому все, что касается коммуникативных навыков, то, что мы сейчас называем soft skills, у них развиты очень хорошо. Они достаточно открытые и, собственно, мотивируют нас, как преподавателей, также модифицировать, возможно, где-то свои занятия, чтобы сделать их более интересными, более эффективными. А к девушкам-студентам вы как-то по-особенному относитесь? У них фора перед их сокурсниками, юношами, может быть? Знаете, нет, никогда я не разделяла своих студентов по гендерному признаку. Для меня они все в этом смысле одинаковые. А на ваш взгляд, вот как все-таки нарушить этот гендерный стереотип о том, что большинство задач и вообще IT-технологиях трудновыполнимы женщины? В свое время была такая передача «Разрушители легенд». И, наверное, самый простой способ развенчать какой-то миф – это просто пойти и на собственном примере доказать противоположное. Поэтому, я думаю, самое важное – это собственный пример. Не бояться и идти вперед, если эта тема вас интересует. Ну и завершение. Ваши профессиональные планы на будущее? Ну, планов, наверное, достаточно много. Очень сфера наша динамичная, активно развивается. Поэтому хотелось бы попробовать себя и в робототехнике, и в компьютерной графике. Надеюсь, все получится. Желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Девятое мая для россиян знаменателен еще одним важным событием. Именно в этот день, ровно 200 лет назад, был начат роман в стихах Евгения Онегин. Это одно из самых неоднозначных и многогранных творений Александра Пушкина. Роман был написан за 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Произведение публиковалось не сразу, а частично, по главам. Главы издавались отдельными книжками, а потом сплетались между собой. Весь тираж полного варианта был моментально раскуплен. Сам Пушкин не скрывал, что, между всем прочим, это объяснено экономической выгодой. Сумма гонорара за произведение на тот момент составляла 12 тысяч рублей. До Евгения Онегина роман в стихах существовал только один в мире. Это творение Байрона Дон Жуан. Пушкин изобрел для романа специальную форуму, которой никогда до него нигде в русской литературе не встречалось. Это так называемая «Онегинская строфа». 14 стихов со строгой рифмовкой. Евгений Онегин – первый персонаж в галерее лишних людей, которые пройдут потом по всей литературе 19 века. Роман в стихах считается энциклопедией русской жизни того времени, так как описывает мельчайшие подробности быта, воззрений, воспитания людей, описываемой эпохи. Причем не только светского общества, но и крестьян. О том, что интересного, связанное с Евгением Онегином, хранится в библиотеке Казанского университета, расскажет Амир Ахтемов. Евгений Онегин был любимейшим произведением Александра Сергеевича. Пушкин начал работу над ним весной 1823 года, а закончил в сентябре 30-го. В 1833 году, 4 апреля, было опубликовано первое полное издание романа в одном томе. В течение недели было продано всего пятитысячное издание, что было настоящей сенсацией для того времени. Критик Белинский назвал Евгения Онегина энциклопедией русской жизни. Пушкин в своем романе дает картину жизни русского столичного и провинциального общества начала 19 века. Изображает воспитание столичной молодежи той эпохи. Наша съемочная группа в научный библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета и у нас в руках рукопись, датируемая в апреле 1833 года. В типографии Смирдина было отпечатано первое полное издание Евгения Онегина в одном томе. Данная рукопись, написанная каллиграфическим почерком, цена тем, что в конце тетради встречаются фрагменты водяного знака с отчетливой датой 1835. Таким образом, полиографические данные позволяют отнести ее к концу 30-х, началу 40-х годов 19 века. Александр Пушкин работал над этим романом более 7 лет. В произведении на широком фоне картин русской жизни показана драматическая судьба представителей русского дворянства первой четверти 19 века. Роман за исключением писем Татьяны и Онегина и песни девушек написан особой онегинской строфой. Каждая такая строфа состоит из четырехстопного ямба. Первые четыре строчки рифмуются прекрасно. Строки с пятой по восьмую попарно. Строки с девятой по девятнадцатую связаны кольцевой рифмой. Оставшиеся две строчки строфы рифмуются между собой. Работы над произведением Пушкин называл подвигом. Из всего своего творческого наследия только Бориса Годунова он характеризовал этим же словом. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. «Весна, весна, пора любви» воспевал Александр Сергеевич Пушкин и добавлял «Любви все возрасты покорны». Завершается второй весенний месяц. И его есть чем отметить. Например, Международным днем танца, который отмечают 29 апреля. И уже следующий за ним Международный день джаза. Танцуйте, слушайте музыку, вдохновляйтесь весной. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин